Фестиваль «Мы вместе» открыл большую творческую плеяду мероприятий для одарённой молодёжи в 2019 году. Ребята спешат на этот форум искусства, чтобы не только показать, на что они способны, но и открыть для себя что-то новое – посмотреть, как развивается вокальное, инструментальное, хореографическое, театральное искусство в других центрах и студиях. Мы занимались и на каникулах, и готовились мы полгода. Ну что рассчитываете? На какой результат? На лауреаты. Более тысячи участников на протяжении трёх дней будут демонстрировать компетентному жюрю свои способности и таланты. У каждого коллектива и индивидуального исполнителя своя авторская программа, поэтому удивляться здесь точно есть чему. Очень разножанровый фестиваль. В этом году даже цирк у нас, цирковое, да, эстрадное искусство представлено. Очень много инструментальных коллективов, очень много вокальных коллективов, индивидуальных исполнителей, хореографические коллективы, оригинальный жанр, театральное творчество. Надеемся, что будет очень интересно. Маленькая Даша старательно репетирует, до выхода ещё есть чуть более получаса. Волнения нет, позади большое количество репетиций, практически каждый день. Сегодня важно собраться и показать всё, что умеешь, уверена Дарья. Тогда и будет результат, который поможет ей осуществить заветную мечту. Я хочу поступать в Минскую гимназию при консерватории музыки. Каждый день играю, надо, чтобы не забыть ничего. По нотам там, в музыкальную хожу почти каждый день. Из большой программы отборочных выступлений представители жюри отберут лучших. Лауреаты творческого конкурса пристанут перед публикой на галоконцерте, который пройдёт 11 января в Центре молодёжного творчества. Мне хочется пожелать ребятам всем удачи и помнить, что какая бы оценка ни была выставлена, они занимаются прекрасным делом, занимаются творчеством, дарят людям радость. Поэтому любой выход, первый или не первый, на сцену нашего фестиваля – это уже победа.